МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда она вышла, отошла от машины, начала поворачиваться, я донес ей удар, битая. Следственный эксперимент на месте преступления. Иван Саркаумов из «Горячего ключа» подробно рассказал об убийстве 12-летней девочки. В планах более 100 миллионов тонн. В Ростовской области сегодня подвели предварительные итоги жатвы. Рыбу вяленую, рыбу свежую, курочку, сыр, творог. Что еще унесли домой с большой кубанской ярмарки о том, как в ароматах свежей выпечки и подзвуки оркестра мы расписывали пряники. Скоростные эсэмэски. В Краснодаре один из пассажиров маршрутки снял на видео водителя, который напрочь забыл о правилах безопасности. Все-таки главный дар – это возможность отдохнуть у теплого моря. И даже у него есть день рождения. Во Всемирный день моря мы расскажем о том, как его дары прочно вошли в нашу жизнь. Такое ощущение, что в Краснодаре живут пчелы. Все для них, понимаете? Цветы, мед и сладкое. Ургант едет на Кубань. Известный шоумен в прямом эфире Первого канала пообщался с главой Краснодара. Здравствуйте, это телеканал «Кубань-24. Вечерние факты». Прямо сейчас расскажу о наиболее важном и интересном за минувшие сутки. Начинаем. И сегодня получила продолжение шокирующая история, которая произошла в горячем ключе. Следствие предъявило обвинение Ивану Сорокаумову. Напомню, теперь уже бывшего инспектора по делам несовершеннолетних. Задержали в начале сентября. 23-летнего полисмена заподозрили в надругательстве и убийстве малолетней подопечной. Трагедия произошла в конце августа. Тогда Иван Сорокаумов предложил трём сестрам, которые играли в песочницу, довезти их домой. Двух он высадил у подъезда, а с одной уехал за город, где над ней надругался и убил ребёнка. В нашем распоряжении оказалась видеозапись со следственного эксперимента на месте преступления, на котором Сорокаумов признаётся в убийстве 12-летней Светланы. Подробности в следующем материале. Я здесь убил малолетнюю Светлану. Внешне спокойно и в малейших деталях рассказывает о той страшной ночи, теперь уже обвиняемой в убийстве малолетней девочки Иван Сорокаумов. 12-летнюю Светлану он каким-то образом уговорил сесть в машину и вывез из горячего ключа на левый берег реки Псикупс в конце августа, где пытался склонить её к интимной близости. Ребёнок отказал сотруднику полиции, за что и поплатился. Вот бывший инспектор по делам несовершеннолетних показывает следователям на месте преступления, где припарковал машину. При этом выключил фары, чтобы не привлекать внимания. Попросил Свету выйти из автомобиля, а сам достал из багажника деревянную биту. Я прятал биту вот так вот, в таком положении застыну. Когда она вышла, отошла от машины, начала поворачиваться, я донёс ей удар битой в область затылка. Добить беззащитную девочку заставил страх, говорит Сорокаумов. Страх того, что Светлана расскажет о домогательствах. Ещё два удара биты по голове, и дело сделано. Бездыханное тело ребёнка мужчина оттащил за ноги и бросил в реку. А сам отправился обратно в отделение полиции, в котором работал. Двое суток пропавшего ребёнка искали родные и близкие соседи. В поисках принимал участие и сам обвиняемый. Он был не только сотрудником полиции «Горячего ключа», но и жил в одном дворе с убитой. 2 сентября, когда стражи порядка стали подозревать своего 23-летнего коллегу, Иван Сорокаумов признался в убийстве. В настоящее время молодой человек из органов полиции уволен. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Тело ребёнка со дня реки Псикубс подняли водолазы. В СМИ проходила информация, что Иван Сорокаумов может быть причастен к домогательствам ещё к нескольким малолетним. Однако пока никаких обращений в Следственный комитет не поступало. Александра Проскурина, Павел Кузнецов, Кубань, 24. И к другим темам. Больше 100 миллионов тонн зерна планируют намолотить российские аграрии в этом году. Претворительные итоги жатвы сегодня подвели на совещании по вопросам развития АПК. Провел его Владимир Путин в Ростовской области среди участников федеральные министры и главы регионов, в том числе и губернатор Кубани Внямин Кондратев. Как отметил президент, собраны урожай зерна, овощей и сои позволят закрыть внутренние потребности страны. По прогнозам вырастет и производство мяса, скота и птицы. Вместе с тем в этом году почти наполовину снизился объём импорта сельхозпродукции. Путин призывал агрария в страны воспользоваться этой ситуацией. С введением запрета на ввоз продовольствия из ряда стран отечественной АПК, а мы об этом постоянно говорим в последнее время и правильно делаем, что говорим, это нужно подчеркнуть, нужно, чтобы мы все понимали, что у нас появился дополнительные возможности. Можем дать дополнительный импульс для роста, для укрепления позиций на национальном рынке наших сельхозпроизводителей. Но хочу сказать то, о чём уже говорил неоднократно. Это окно возможности когда-нибудь тоже закроется. Поэтому нужно, потому что рано или поздно такие рестрикции с обеих сторон, они всё равно когда-то заканчиваются. Поэтому нужно сейчас воспользоваться этим моментом для того, чтобы твёрдо встать на своём собственном рынке. По мнению Вениамина Кондратьева, поддерживать сегодня нужно в первую очередь личные подсобные хозяйства и фермерства. Одна из главных задач для руководства края – решить вопрос сбыта сельхозпродукции. Что же касается жатвы этого года, то с кубанских полей уже собрали почти 10 миллионов тонн зерна. Это на 600 тысяч тонн больше, чем в 2014. Ожидают и высокого урожая овощей. Продолжается уборка ягод. Результат уже превысил прошлогодние – почти полтысячи тонн. Сейчас краевые аграрии сеют озимые культуры и готовят почву под урожай 2016 года. Ну а то, чем богаты кубанские аграрии в этом году, можно увидеть на большой кубанской ярмарке. Тонны продукции, прилавки ломятся от яств. В павильонах пахнет копчёностями, сдобой и не только. Фермеры привезли колбасы, молоко, выпечку, овощи – всего и не перечислишь. Нашлось место не только для съедобных товаров, но и для домашней живности. С выставки достижений Анастасия Дешина. Открылась пятая кубанская ярмарка колоритно и торжественно. На площади между павильонами выступил кубанский духовой оркестр. Официальная часть начнётся только завтра, но уже сегодня здесь собрались аграрии и производственники со всей Кубани. Они привезли на ярмарку свою лучшую продукцию. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы сегодня здесь с какой целью? На выставку с продажей нашей продукции и с мастером-классом росписи пряников. Не смогла удержаться и я, и решила попробовать разрисовать медовый пряник. Оля, что мне нужно делать? Нужно давить сахарную глазурь двумя руками. Хорошо получается. Я прирождённый художник. Мы каждый год ездим. Всё нравится. Рыба в основном. В основном любим рыбу покупать. Ну и животоводство. И птицеводство нравится. Вот сало нашли дешевле, селёдочку дешевле. Рыбу вяленую, рыбу свежую, курочку, сыр, творог, всё вкусно. Наготовили со свежего урожая, наварили халвы, мармеладу, чтобы было у нас всё. 51 рубль. Здесь свежая и качественная. Что вы купили сегодня на ярмарке? Розочки. А зачем? Руб. Посадить на даче. Здесь выбора больше. Кстати, в этом году ярмарка поменяла свою прописку. Теперь она проходит в районе Красной площади. Не так давно здесь выросли новые просторные павильоны. Неизменным остался лишь интерес к ярмарке со стороны участников и гостей. Работать она будет в течение четырёх дней. Анастасия Дешина и Игорь Звенаревский. Кубань, 24, Краснодар. Ну и теперь о ЧП. Женщина-пешеход погибла, водитель с места происшествия скрылся. Смертельное ДТП произошло в Адлерском районе города Сочи. Водитель внедорожника Range Rover с номерами Архангельской области нарушил правила и сбил 51-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. От множественных травм женщина погибла на месте. Водитель иномарки с места происшествия скрылся. Вскоре автомобиль был обнаружен, но владельца в нём не оказалось. Сейчас правоохранители ведут его поиски. А вот другого нарушителя догнали. Всё-таки погоню с мигалками и сиреной пришлось устроить полицейским минувшим вечером. Гнались за автомобилем Киа. Его водитель попал в ДТП в Краснодаре и попытался уехать с места аварии. Началась погоня, во время которой нарушитель зацепил около десятка машин. Пострадал и полицейский автомобиль. А в районе станицы Саратовская водитель вдруг решил вернуться в Краснодар. Проехал по встречке и был задержан. Он находился в нетрезвом состоянии, чего, в принципе, не отрицал. Был очень сильно расстроен в связи с своими личными обстоятельствами. Спиртные напитки выгодребнёли? Да. У нарушителя не было при себе документов на машину и водительских прав. Дело передано в полицию горячего ключа. Ну а теперь информация для тех водителей, кто собрался в дорогу, желает выбрать оптимальный маршрут в объезд вечерних пробок. Самое время отправиться на улицу Краснодара и посмотреть, что там происходит. Помогут нам в этом камеры видеонаблюдения и, конечно же, сервис Яндекс. Посмотрим, что показывает карта сервиса. Итак, общая загруженность дорог в краевом центре составляет 5 баллов. Основные проблемы в центре, ну и окраины тоже везде не свободны. Так, к примеру, попасть в микрорайон Гидрострой быстро не получится. Тут пробки на автолюбителей Бородинска и частично на Мачуге. Ну а теперь с помощью камер проверим эту информацию. Перед нами перекрёсток Мачуге-Автолюбителей. Машины останавливаются сразу за поворотом. Это только начало пробки. Ну а тех, кто собрался в Комсомольский микрорайон, предупреждаю о заторе на Сормовской или Зачайкиной. Проезд затруднён в сторону микрорайона. Машин с каждой минутой становится всё больше. Будьте готовы потратить немало времени на дорогу. И постоять придётся на Ялтинской. В сторону северных мостов собралась приличная пробка. Она берёт начало где-то на Селезнёво и тянется до Филатова. Скорость потока не превышает 10 км в час. Далее. На первом северном мосту движение остановилось в сторону Комсомольского и микрорайона Гидрострой. Забиты все полосы. Продвигается затор с большим трудом. И переместимся в Сочи. Посмотрим, что там на дорогах. Улица Горького в районе вокзала, как видим, забита до предела. Здесь скопилось много автобусов и легковушек. Пробка приличная. На быстрый проезд рассчитывать не стоит. Будьте внимательны. На перекрёстке Черноморской и Пушкина проблем с движением нет. Машины едут спокойно, без напряжения. Каких-то помех на пути не наблюдается. Заглянем в ТАПСе. Что там? На экране улица Сочинская. Тут, как обычно, пробка. Проехать в Ядук быстро не получится. Водителям понадобится терпение и дополнительное время на дорогу. На Калараши этим вечером всё спокойно. В дорожном плане никаких проблем. Можно смело ехать в этом направлении. Ну что ж, касается Краснодара, порадовать пока нечем. Увы, движение в городе Плотное. 5 баллов держится уже больше часа. Самые загруженные улицы – это Тургенево, Дзержинского и Северная. Там 8 баллов. Улица Красная стоит от Северной до Офицерской. Постарайтесь не угодить в затор этим вечером. Ну, кстати, за рулём некоторые иногда забывают о безопасности. Почём зря маршрутчики, например, как Цезарь, делают несколько дел одновременно. Сегодня в Инстаграм появилось видео, где водитель пишет смс-ки во время движения. Автомобиль рассекает по городу на скорости. Опасный транспорт ездит по маршруту 106А. Ролик в интернете набирает популярность и пополняется комментариями различными. Большинство считает, что таких лихачей в городе немало и управы на них не найти. Однако кто-то пригрозил, что следит за водителями общественного транспорта и может запросто лишить их заработка. Напомню, что пожаловаться на маршрутчиков можно. Для этого нужно позвонить по телефону, который вы видите на экране. Также с помощью различных приложений для смартфонов на этот номер можно выслать видео с водителем-нарушителем. Ну а Кубань вошла в пятёрку регионов с самым большим автопарком. Сегодня по дорогам края ездит более полутора миллионов легковушек. Количество машин подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Итак, лидер рейтинга Москва и Московская область. В сумме по их трассам передвигается более шести миллионов авто. Ну а Кубань ни капельки не уступает северной столице и значительно опережает Ростовскую область, замыкающую пятёрку. Всего же в России насчитывается 41 миллион легковушек. И в городской думе сегодня выбрали нового главу Краснодара. На пост мэра претендовали трое. Гендиректор мусоро-уборочной компании Валерий Аблогин, глава городского департамента транспорта Евгений Коляропова и нынешний городоначальник. В итоге свои голоса Владимиру Евлану отдали 45 депутатов и 47. Тут же состоялась инаугурация. Удостоверение мэру Владимиру Евланову вручил вице-губернатор края Владимир Свеженец. Глава Краснодара поблагодарил всех присутствующих и пообещал, что будет делать жизнь города лучшим. Я хочу заверить, что все установки, все посылы, решения вопросов в городе, связанные с проблемными направлениями, нами будут безусловно реализованы. Для этого есть все возможности. Есть профессиональный состав администрации, есть желания работающих. Сегодня на заседании также выбрали председателя городской думы. Второй раз подряд этот пост заняла Вера Галушко. Новый глава и в горячем ключе. Сегодня в должность официально вступил Иван Федоровский. Присягу городоначальник принял на днеочередной сессии местного совета депутатов, который ранее его избрал. Федоровский более трех месяцев исполнял обязанности руководителя. А получая символ власти, городоначальник поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал активизировать работу в муниципалитете по всем направлениям. В церемонии инаугурации участвовали представители краевой администрации, законодательного собрания, а также главы из делегации других районов. Ну а столица Кубани готовится к своему дню рождения, который отмечают в последние выходные сентября. Около трех тысяч артистов. Это лишь на одной театральной площади. Информации о том, что именно готовят городские власти к этому празднику, немного. Видимо, организаторы хотят сохранить интригу до последнего. Однако мой коллега Павел Кузнецов попытался собрать картину предстоящих торжеств. Ему слово. Ты как сердце русское открыто, и ты для нас как дивный божий дар. Ты наш хлеб насущный и молитва. Ты душа Кубани, Краснодар. Эти строки из гимна Краснодара, кстати, накануне ему исполнилось 12 лет. 23 сентября 2003 года произведение Сергея Хохлова и Виктора Захарченко было утверждено городской думой в качестве главной песни столицы Кубани. В эти выходные гимн прозвучит множество раз во всех районах Краснодара. Этот символ даст старт торжествам. В субботу в 9 утра на театральной площади под его звуки будет поднят флаг Краснодара. Часом позже на Пушкинской площади откроется выставка садоводов, фестиваль вина и меда. С 11 дня и до Победного практически во всех городских парках будут проходить концерты и театрализованные праздники. В немецкой деревне пройдет традиционный фестиваль «Октоберфест». Гостей ждет костюмированное шествие с лошадью, запряженной в телегу с пивным бочонком. Выступления артистов и музыкантов, аниматоров и танцоров. А ведущие нашего телеканала будут раздавать подарки, так что не пропустите. А в 20.00 театральная площадь превратится в главную концертную площадку столицы Кубани. Организаторы готовят настоящее шоу. Оно будет состоять из нескольких тематических блоков. Более полутора тысяч артистов творческого объединения «Премьера» и «Кубанского казачьего хора» расскажут зрителям о прошлом Краснодара, его современных достижениях и перспективах. В воскресенье праздник продолжится. Ярмарки и фестивали начинают работать с 10 утра. А в 11.00 на Соборной площади состоится посвящение школьников юные казачата. В 5.00 вечера начнется театрализованное литературное путешествие. Колонна молодежи в сопровождении костюмированных героев литературных произведений проследует по Красной от площади Пушкина до Театральной. Поэтому на прилегающих улицах будет перекрыто движение транспорта. Будьте внимательны. Вообще с литературой на День города будет связано многое. Сразу 25 тематических площадок откроются в эти дни в Краснодаре. Вечерние концерты пройдут на Театральной площади и в сквере Жуково. Выступления знаменитых рокеров из Аэроспид, как на Дне города Москвы, не обещают, но должны быть звезды российской эстрады. Кульминация праздника, конечно же, салют. Залпы самого яркого фейерверка прозвучат на Театральной площадью в 22.00. И еще раз, уважаемые автолюбители, в преддверии Дня города в Краснодаре ограничат движение в центре с сегодняшнего дня и до понедельника. Больше всего ограничения коснутся улицы Буденова. На отрезке от Красной до Красноармейской дорогу закроют на весь период. Участок от Красной до Комунаров сегодня с полудня и до воскресенья будет открыт только в ночное время. Но с пятницы по утро понедельника объезжать стороной придется улицу Пушкина. Ее перекроют от Рашпилевской до Красной и на Пушкинской площади. В связи с дорожными ограничениями разработаны специальные схемы объезда. С ними можно ознакомиться на сайте мэрии. О дне рождения Краснодара говорили даже в прямом эфире Первого канала. Иван Ургант пакует чемоданы. Шоумен едет в Краснодар. Об этом накануне он заявил в эфире своей программы. Одной из ее тем стало вот грядущее празднование. Чтобы узнать обо всем, так сказать, из первых уст, Ургант связался по скайпу с Владимиром Явлановым. Тот рассказал, что именно планируется на грандиозном торжестве. Краснодарцев и гостей города ждут в фестивале цветов, меда и огромный торт медовик, которым накормят всех желающих. Поэтому на всех мероприятиях буду говорить о нашем разговоре. Знаете, такое ощущение, что в Краснодаре живут пчелы. Все для них, понимаете? Цветы, мед и сладкое. Солнечный край, прекрасная погода и сейчас в том числе. Но есть традиционные такие вещи. В беседе не обошли вниманием и традиционный фестиваль «Вина». Этот пункт праздничной программы равнодушно не оставил ни Ивана Урганта, ни его соведущих. Они пообещали обязательно явиться на грандиозный праздник и вместе со всеми отметить 222-й день рождения Краснодара. Ну, посмотрим, приедут ли гости. Спасибо, что не переключаетесь и вниманию тех, у кого в ближайших планах авиаперелет. Краснодарский аэропорт предупреждает о возможных изменениях в расписании полетов. Они могут коснуться только пассажиров авиакомпании «Якутия». Об этом сообщает пресс-служба «Базл Аэро». В случае задержки рейсов представители авиакомпании оповестят всех купивших билетом. Клиенты будут обеспечены горячим питанием и напитками. К необходимости пассажиров разместят в гостиницах. Узнать о времени рейса можно на онлайн-табло аэропорта. И очередной коррупционный скандал в России. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы Карелии. Сейчас он директор музея-заповедника Кижи. Андрея Нелидова обвиняют в получении взятки. Подробности знает моя коллега Алла Горожа. Алла, здравствуй. Наташа, добрый вечер. Сумма взятки полмиллиона рублей. По информации следствия, деньги Нелидов получил накануне. В такую сумму экс-глава Коми оценил разрешение заниматься на территории заповедника коммерческой деятельностью. Если вина чиновника подтвердится, ему грозит до 12 лет лишения свободы. О чем еще отметился этот день в стране и мире, расскажу прямо сейчас. Коррупционный скандал разгорелся и в Италии, но его масштабы гораздо внушительнее. Перед судом там предстанут почти 5000 нечистых на руку политиков и чиновников. Всех обвиняют во взяточничестве, хищениях и злоупотреблении служебным положением. Следователи посчитали, за полгода казна не досчиталась. Из-за них более 3 миллиардов евро. Но главные новости этого дня приходят с Востока. Сегодня мусульмане всего мира отмечают праздник Курбан-Байрам. И уже по печальной традиции он не обошелся без жертв. Число погибших во время хаджа в Мекке составило как минимум 700 человек. Пострадали 863 мусульманина. Данные, скорее всего, не окончательные. Каждый час поступают новые цифры. На паломничество в священные места прибыли более 2 миллионов человек. Возникла давка. А в Йемене во время празднования Курбан-Байрам террористы взорвали мечеть. 29 человек погибли. Еще несколько десятков получили ранения. Все произошло во время утренней молитвы. Одну бомбу привели в действие внутри здания, вторую у входа. К российским новостям. Около 300 человек пришлось эвакуировать спасателям в Оренбуржской области. Там загорелся дом-интернат для престарелых. Площадь пожара составила более 120 квадратных метров. Причем многие пострадавшие лежачие больные. Сейчас власти решают, где их всех разместить. А на Донбасс прибыла сегодня очередная колонна с гуманитарным грузом. Более 100 машин доставили жителям продукты и медикаменты. Всего более 1200 тонн. Это уже 39-я колонна. Как и прежде, грузы собирали по всей России, в том числе с помощью общественных организаций и профсоюзных объединений. А таджикским магам и чародеям теперь грозит тюремный срок. Колдовство в стране официально признали уголовным преступлением. Соответствующий закон подписал президент страны. За нетрадиционные практики теперь можно лишиться свободы на срок до 7 лет. Ранее колдовство считалось административным правонарушением и наказывалось всего лишь штрафом. Сегодня юбилей отмещает Лариса Рубальская. Известная писательница, поэтессе и переводчику исполнила 70 лет. С ней очень любят работать композиторы, говоря, что у нее легкое перо, простые и мелодичные стихи. Песни Рубальской, а их более шести сотен, вошли в репертуар практически всех российских эстрадных исполнителей. Многие давно превратились в шлягеры. И, что называется, на закуску история об очень молодой бабушке. Жительница Нижегородской области стала ей, внимание, в 29 лет. А дедушке, извините, сколько? Хоть 30 стукнуло? Этого, честно говоря, не знаю, но история в этой семье интересная. Рожать принято рано. Внука Натальи Князьковой родила ее 14-летняя дочь. Сама Наталья стала матерью именно в этом возрасте. Сейчас молодые бабушка с дедушкой намерены сами воспитывать внука, пока их дети, они же новоиспеченные родители, будут учиться. Зато в 43 можно уже и правнуков нянчить. Почему нет? И о главных страхах жителей страны. Россияне не боятся семейных скандалов, но зато сильно переживают из-за международных конфликтов. Согласно опросу Всероссийского центра общественного мнения, каждый шестой наш соотечественник считает напряженность между странами вполне реальной угрозой. Кроме того, более половины россиян боятся роста цен. При этом снижение доходов беспокоит гораздо меньшее число наших соотечественников. Ну а семейные ссоры вообще мало кого беспокоят. Краевой форум дошкольного образования прошел в Армавире. Педагоги собрались в одном из детских садов города. Воспитателям, которых победили в краевых конкурсах инновационных проектов, вручила дипломы вице-губернатор Анна Менькова. На встрече каждый садик края предлагал свою особенную программу развития дошкольного образования. Из них выбрали самые прогрессивные идеи. В этом году 60 воспитателей и полсотни детских садов поощрены денежной премией в 50 тысяч рублей. Еще 10 учреждений победителей вручили гранты в 750 тысяч. Подобные форумы проводятся не во всех регионах России, но, по словам участников, они имеют огромное значение для развития организации дошкольного образования. Эти форумы нужны, потому что это в первую очередь площадка для общения. Такие площадки нужно создавать и не жалеть для этого денег. Они не должны жить замкнуто каждый в своем мире. Они должны видеть, как развивается вокруг система дошкольного образования, какие новые технологии появляются, какие новые подходы в образовании детей и воспитании. После торжественной части вице-губернатора посетила один из самых крупных детских садов Армавира. Простроительство его только что завершилось и завтра состоится открытие. Он примет более 300 малышей. Анна Менькова отметила, что образовательный процесс в нашем регионе организован на высоком уровне. Главной проблемой пока остается очередь в детские сады. Ее сейчас решают во всех районах и городах края. Этот вопрос на особом контроле у краевых властей. И как защититься от вируса в холодное время года? Самый надежный способ профилактики, по словам медиков, это вакцинация. Прививку от гриппа сегодня сделал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Он отметил, что в обществе нужно воспитывать культуру вакцинации. Я прививаюсь ежегодно. И всем, пользуясь случаем, хочу поросить всех и рекомендовать всем жителям Краснодарского края обязательно сделать прививку от гриппа. Что дает прививка от гриппа? Даже если пациент, который был привит и заболеет гриппом, то у него будет протекать он в более легкой форме. Состав вакцины специалисты ежегодно обновляют, ориентируясь на то, какие штаммы преобладают в мире. Добавлю, прививать от болезни можно детей 6-месячного возраста. Для них, а также для школьников, студентов, беременных и людей старше 60-ти эта процедура абсолютно бесплатна. В эту категорию входят работники сфер образования, медицины и обслуживания. Сделать прививку против гриппа в нашем крае можно до ноября. Ну и далее. Черное, Каспийское, Баренцево, Средиземное. Море, пожалуй, одно из самых излюбленных мест отдыха для человека. Кстати, давно ли вы там были? Если да, то собирайтесь и отправляйтесь куда-нибудь на побережье. Благо, погода позволяет. Между прочим, я не просто так это сейчас говорю. Сегодня отмечают Всемирный день моря. И главная цель этого праздника, который, кстати, достаточно молотом, всего 37, привлечь внимание людей к экологическим проблемам всех морей и планеты. Но для кубанцев, для кубанцев, море прежде всего ассоциируется, наверное, с отпуском, чрезмерным загаром и игрушками из ракушек. Наш специальный корреспондент Александр Тюкаев работает в Новороссийске. И, здравствуй, Саш, ну, ожидал тебя увидеть в более рабочей обстановке. Здравствуй, Наташ. Ну, что поделать, оказалось, дары моря – это не только сувениры, пляжи и соленый бриз, но еще и кухня. Вот, например, черноморские мидии. Их привезли всего пару часов назад со специальной фермы на Большом Утрише. А теперь из них приготовили отличное блюдо в винно-сливочном соусе по старому средиземноморскому рецепту. А здесь у нас кефаль запеченная, говорят, пользуется особой популярностью. В общем, смотрите сюжет, а я пока покушаю. Устричный суп, кефаль под сырным суфле, рыбная рагу. В меню кубанских ресторанов, оказывается, можно найти десятки блюд из местных даров моря. По словам Сергея Ольшевского, главного по тарелочкам одного из заведений Браудюрсо. Отдых на Черном море – это не только солнце и песок, но и отличная возможность отведать местных устриц или мидий. Это вообще забытый такой продукт. Раньше его готовили просто на кострах, а сейчас из них можно сделать очень много разных блюд. Супы, запеченные, салаты. Очень вкусная паста с черноморскими мидиями получается. В ход у местных поваров идет все, чем богато море. Кефаль, камбала, знаменитая барабулька, устрицы и даже рапаны. Главное преимущество местного продукта – его свежесть. На разделочную доску к повару рыба попадает через каких-то пару часов после вылова. Особенно, когда охлажденная рыба, у нее совсем другая структура. Замороженная рыба, она не будет такая сочная, она будет разваливаться, сухая. А свежая рыба всегда будет очень сочной и вкусной. Приготовить вкусную кефаль, например, можно в считанные минуты. Нужно всего-то нарезать лук, маслины, чеснок и помидоры черри. Выложить их на пергамент. Сверху кусочек уже посоленной и перченой рыбы. Главный секрет – веточка тимьяна. Запекается кефаль около 8 минут при температуре 180 градусов. Все, блюдо готово. Ну а те дары моря, что нельзя съесть, можно украсить. Как, например, делает инопчанка Мария Полякова. Вместе со своим сыном она придумала технику изготовления цветов из морских ракушек, силиконового клея и палочек для шашлыка. Теперь у рукодельницы нет отбоя от невест, желающих попасть под венец именно с таким букетом в руках. Сейчас девушка представляет свои работы на выставке в Краснодаре. По словам Марии, все идеи для вдохновения она черпает у моря. Очень мы любим сидеть на закате и смотреть на море, потому что море – это такая какая-то большая глыба, я не знаю, сила, это сила. Не знаю, я море очень люблю. Я даже когда уезжаю куда-нибудь, я очень скучаю по морю и спешу приехать к нему. Не знаю, ну вот как-то тянет. В ход для изготовления таких популярных у туристов кубанских сувениров идут не только ракушки, но и всевозможные камни, водоросли и даже морская глина. Кстати, работать с ней, говорят, не так просто, но результат всегда превосходит ожидания. Вообще, дары моря можно найти повсюду – в спа-салонах, аптеках и даже на обычной кухне в баночке с солью. Но для многих жителей, пожалуй, большинства гостей Кубани, все-таки главный дар – это возможность отдохнуть у теплого моря. Александр Тюкаев, Анастасия Дешина, Александр Брыксин, Кубань-24, Новороссийск. Главный вопрос, который сейчас, наверное, волнует и меня, и моих коллег, вкусная ли рыба у Саши была вначале? Я думаю, тут слюнки глотали. И продолжаем. Накануне Дня города в центре Краснодара откроется жилой комплекс «Центральный». Это подарок черноморской финансовой компании и ее партнеров ко дню рождения кубанской столицы. Дом бизнес-класса с современным архитектурным ансамблем занимает целый квартал. ЖК «Центральный» – это мини-город с уникальной инфраструктурой. Там есть внутренний двор-парк, двухуровневая подземная стоянка для авто. На первых двух этажах расположились 50 магазинов и сервисов. Завтра, в день открытия жилого комплекса, рядом с домом будет заложено основание памятника генерал-лейтенанту Григорию Рашпилю, начальнику штаба Черноморского казачьего войска. Спасибо, что вы по-прежнему с нами. Напомню, это факты. Сразу три кубанских города попали в десятку самых популярных мест у иностранных туристов в России. Помимо Москвы и Станкт-Петербурга, гости из-за границы мечтают попасть в Сочи, Адлер и Краснодар. Исследования провели аналитики известного сервиса бронирования в отелях. Сочи находится на шестом месте рейтинга. Адлер и Краснодар расположились на девятой и десятой строчках. Многие иностранцы хотят увидеть своими глазами те места, где прошла самая успешная в истории зимняя Олимпиада. А Краснодар привлекает гостей недорогой стоимостью проживания в гостиницах. Кандидатуру Николая Далуда казаки вновь выдвинули в атаманы Кубанского казачьего войска. Сегодня в Крымском районе прошел выездной совет атаманов. В ноябре заканчивается срок полномочий Далуды в этой должности. Тогда же и пройдет отчетно-выборный сбор. Николай Далуда, атаман Кубанского войска, с 2007 года за эти 8 лет было сделано многое. Поэтому решение казаков было единогласным. Участие в совете приняли более 600 человек. Я менять ничего не хочу. Я хочу наоборот, чтобы войско прибавляло. Потому что одной болтовней авторитета уважения не завоюешь. Только делами, конкретными делами, конкретной работой придет уважение, придет авторитет для казаков Кубанского казачьего войска. На сегодняшний день, безусловно, очень многое сделано. Очень многое сделано. Но предстоит еще сделать больше. Также на совете атаманов обсуждали вопросы боевой подготовки казаков и взятия под охрану школ. С 1 января 2016 года казаки заступят на службу в общеобразовательное учреждение. Также говорили о предстоящем праздновании Дня Кубанского казачества, которое запланировано на 17 октября. Сегодня же в Крымске казаки почтили память жертв наводнения. Они провели митинг у памятника погибшим. На трассе «Формулы-1» в Сочи сегодня дали старт необычной гонке. На курорте впервые прошли заезды людей с ограниченными возможностями здоровья на спортивных колясках. Эта дисциплина считается самой зрелищной и динамичной в программе летних паралимпийских игр. Я сама занимаюсь где-то около четырех месяцев. Это моя первая такая серьезная гонка. Мне помогает моя команда, которая очень сильно поддерживает меня, подбадривает мои родители. А также надеюсь я на то, что просто добегу. На победу я пока не решила. В соревнованиях участвовали 23 спортсмена. Это паралимпийская сборная России. Также в Сочи приехали атлеты из Германии и Испании. Гонка прошла на дистанции полумарафона. Победителем среди мужчин стал представитель Германии. А в женских заездах лучшей была россиянка Наталья Кочарова. Ну, кстати, погода в Сочи сегодня установила рекорд. Столбик термометра поднялся до 31 градуса. Так тепло на курорте в сентябре еще никогда не было. Исторический максимум превышен почти на целый градус. Из-за аномальной температуры в горах курорта сейчас тепло, снега практически нет. Ну, а между тем, год назад высота снежного покрова на вершине хребта Аибга составила 7 сантиметров.